сегодня у нас уже 4 января я сделала себе чай приготовила ноутбук и сижу сейчас на сайте магазина вязанка выбираю пряжу для будущего кардигана и у меня стоит выбор вот цвет норка темная норка или же крем сейчас вот выберу конечно вам покажу свой заказ когда он мне придет на моем канале вы все увидите хочу скорее начать вязать кардиган чтобы вам начать снимать мастер-класс подробный всем хорошего дня вы смотрите дорогие мои висит мой красавчик я только что снимала видео описание на этот кардиган вот он такой большой очень им довольна и я забыла что у меня есть еще берки вот такая красивая берочка коричневым цветом нравится конечно слава богу что я сняла мастер-класс теперь могу его носить постоянно дома пока что магазин погода не позволяет но весной обязательно это будет мой любимый кардиган буду носить его не снимая так что я думаю уже когда вы смотрите этот влог ведь описание есть в открытом доступе на моем канале подсказку я оставлю в правом верхнем углу как обычно переходите там все расчеты сколько петель набирала как распределяла как выводила эти петли это все будет в этом видео описании сегодня уже 5 января хочу вам показать свои продвижения на чем сейчас я работаю на чем работала вчера я сама на себя не похожа для меня это удивительно как я на это решилась на вторые рукава за пару дней то есть только довязала рукава кардигана как мне захотелось вязать рукава для платья вот смотрите был конечно распуск это моя ошибка сейчас объясню какая чтобы у вас таких ошибок не было кто не знает это платье лапша вижу для своей старшей дочки для дианы из пряжи элизе baby best на возраст 10 11 лет платье вязала на спицах номер три рукава вижу на спицах 275 это мои любимые очагу тоненькие вот лиса пришла лиса бывает такое я всегда когда набираю петли на рукава особенно вместе подреза всегда записываю сколько петель я набрала с одной стороны и сколько петель другой стороны потому что это количество петель может отличаться там где-то подели где-то пропустили все возможно а первый раз я решила так не делать и конечно же пожалела провязала вот столько рукава и понимаю что у меня вообще асимметричные убавки да по рукавам я тоже делаю убавки они вообще никак не смотрятся вот сейчас это хорошо одинаково на этом рукаве и на этом на втором ну а первом варианте было ужасно и провязав вот столько я поняла что это некрасиво смотрится нужно распускать распустила набрала уже своим способом где я записываю сколько с одной стороны сколько с другой стороны петель поднимаю и все сейчас замечательно вижу с удовольствием уже сделала пару убавок с обеих сторон точнее пару рядов провязала с убавками и думаю что это не последние ряды и дальше хочу вам показать как у меня выглядят моточки вот смотрите это столько так на фокус весь на котенке я всегда зачастую вытягиваю концы нитей с внутренней стороны моточка и вот видите сколько мне пришлось вытянуть с одного мотка какому мотку не повезло больше наверное вот этому вот столько я вытянула да да это пустой середины чтобы найти конец бывает удачно бывает неудачно все случается бывает так что уже этот конец внутренний виден из мотка бывает что нужно наугад тянуть и получается вот такое не всегда но получается так что я сейчас хочу вязать рукава и думаю что ближайшее время у меня будет еще одна готовая работа кардиган уже есть готовая работа в январе и думаю не думаю уверена что средины января довяжу и это платье сколько здесь осталось просто что спицы маленького размера но я хочу чтобы рукава были прям по руке шли и принципе без свободы облегания ну что я сейчас пойду вязать лиса пойду вязать вам желаю хорошего настроения хорошего дня вяжите с удовольствием себе и своим близким у нас уже два часа дня хочу вам показать свои продвижения так вот это все время вязала рукава платья был снова распуск но я с этим справилась все хорошо все замечательно мне не понравились снова же убавки но я все перевязала здесь уже связано 11 сантиметров достаточно много от подреза все хорошо делаю постепенно убавки вяжу на спицах 2 75 какая моя была основная цель целью было то чтобы извязать вытянутую пряжу из мотка то что вам показывала предыдущем кусочке видео все извязано мосточки теперь в аккуратном виде могу вязать без проблем ничего уже распутывать не придется чему конечно я очень рада сегодня я еще планирую повязать рукава и думаю что послезавтра будет еще одна готовая работа дальше хочу ответить на один интересующий вопрос мне он поступил по поводу пряжи yarnart милана я знаю что это новинка и не так много на ютюбе связано из этой пряжи изделий тем более еще и показано как изделие ведет себя после носки повело после стирки но я сейчас покажу так у меня спросили показываю на сегодняшнем этапе как выглядит джемпер напоминаю что поэтому джемпер у меня есть подробный мастер-класс на канале подсказку оставлю верхнем правом углу если забуду то в комментариях оставлю ссылку на от мастер-класс немного выше подниму камеру ну что мы видим буду показывать манжеты буду показывать бока говорю все честно как есть стирала один раз ношу время от времени то есть не постоянно там куда-то выйти прямой эфиром снять видео вот на такие моменты я надеваю этот джемпер чтобы я носила его каждый день нет у меня есть более теплый вариант такой такой же джемпер только из пряжи элизе альпака твит это мой любимый джемпер я его ношу везде и всюду вот о нем я могу сказать немного больше но также покажу вам как выглядит джемпер сейчас вот манжеты нет ничего не свалялось ничего не скаталась все хорошо вот видно вам все как есть дальше показываю бока вот бока что это это брак нити то есть просто нужно было нить связано и я уже не даже не связано а прошита то есть два конца нити просто это нужно внутрь спрятать вот показываем пока ничего нигде не свалялось на это не обращаю внимание это просто нужно вовнутрь это кончик нити вот и все всего лишь можно так сказать наверное это сделаю крючком вот эта сторона дальше вторая сторона здесь тоже связана была нить но как вам видно ничего не скаталась пряжа отлично себя повела дальше под мышками это основное место вот видно все замечательно ничего нигде не свалялось уже много раз повторяю это сочетание слов но все-таки чтобы вы были уверены в принципе пряжа хорошая но есть один такой небольшой минус то что я заметила время носки немного летит альпака вот видно вам такие ворсинки вот они летят немного осыпается но не критично не критично вот здесь вообще такие большой ворс вот так все хорошо после стирки не села не увеличилась в размерах не растянулась пряжа хорошая мягкая хорошо драпируется такая легкая невесомая невесомое полотно получилось в принципе я довольна думаю что многим эта информация была полезна я сейчас буду пить чай с блинами и немного позже снова начну вязать у нас уже 12 часов ночи я хочу закончить этот влог готовой работой и так мне надоело вязать рукава после нескольких распусков решила отдохнуть от них и сделать готовую работу покажу вам вот носочек был давным давно связан носочки начала вязать для мужа на размер 42 из пряжи elize lana gold fine и сегодня закончила 2 носочек вот он я конечно же безусловно рада что у меня есть еще одна готовая минус процесс и теперь я могу начать вязать что-то другое что-то новое с легкостью у меня есть так сейчас посчитать сколько процессов это платье лапша джемпер для софии нужно его завтра продвигать потом покажу вам свои продвижения потому что него еще снимаю мастер-класс и наверное все то есть два процесса как обычно на носочек я набирала 56 петель меня научила вязать носочки наташа я конечно же очень ей благодарна ну и теперь с большим удовольствием вяжу носки и для себя и для мужа и для папы то есть всем кому нужны носочки я с удовольствием вижу так и хочу сказать сколько у меня осталось пряжи после двух носков осталось 35 грамм так что если вы хотите связать бюджетные носки то эта пряжа отлично вам подойдет из этой пряжи elize lana gold fine я вязала не так давно носки для отца ничего вам сказать не могу по носке по износостойкости но теперь эти носки я буду видеть каждый день и конечно же буду держать вас в курсе быстро ли они сотрутся или нет все это я буду вам рассказывать потому что это пряжа не носочная как она себя поведет никому но по крайней мере мне неизвестно так как я вязала впервые из этой пряжи если бы вязала из носочной пряжи то там более-менее все понятно ну а здесь для меня есть вопросы и так я хочу сказать огромное спасибо что вы мне подсказали интересную модель у меня был прямой эфир и мне зрительница сказала точнее спросила не хочу ли я связать джемпер или свитер авантюра и вот у меня есть такая пряжа в прямом эфире я сказала что не знаю о чем идет речь то есть название слышала но как это все выглядит и не имела представления так вот я зашла посмотрела на канал ольги кондратьевой и не только к ней потому что оказывается не только она вяжет такое плечевое изделие и знаете мне понравилось я уже имею представление что этот джемпер впишется в мой гардероб и думаю он будет великолепно смотреться на мне есть у меня вот такая пряжа она у меня наверно уже год это стопроцентный меринос бобинный примерно в 100 граммах 1500 метров я покупала его по скидке даже не знаю ну вот все что здесь есть все-таки наверное мне кажется это родной конус здесь килограмм ну как видите это пряжа такая не чистая может так сказать но она такой и продавалась вот на нее как раз была скидка из-за того что бобина немного не в приглядном состоянии но я думаю что это все конечно же отстирается все таки это стопроцентная шерсть а шерсть имеет свойство отталкивать загрязнение поэтому у нас кошки ходят чистые это лично мое такое убеждение но я об этом слышала что шерсть отталкивает грязь вот так что если у меня хватит временем хватит желания то я размотаю эту бобину на моточке и хочу вязать примерно в пять сложений может 4 этот джемпер он мне по крайней мере понравился если я не придумал ничего лучшего то значит буду вязать его если в моей голове появится что-то новое интересное то значит буду вязать что-то другое и также я хочу сказать что я уже заказала пряжу на два кардигана это элизе как она называется супер лана макси два новых цвета в этой линейке но по крайней мере один так точно новинка называется ледяной розовый цвет из точно помню все вам обязательно покажу как только придет мне пряжа что вот такие мои продвижения немного повязала рукава связала готовую работу виде двух носочков думаю что завтрашнего дня муж будет их носить с удовольствием так как он уже спит и не видит всей этой красоты готовой я желаю вам хорошего настроения спасибо что досмотрели это видео до конца ставьте пальчики вверх подписывайтесь на мой канал также напоминаю что вышел мастер-класс по кардигану из бобинной пряжи толстой готовьтесь к весеннему сезону вяжите в удовольствие не спеша кардиганчики всем пока пока